Сегодня ставка заработной платы составляет чуть менее 400 евро, что при нынешних реалиях не так много. И сегодня, чтобы подкрепить свои слова делом, лидер Центрической партии Эдгар Сависар отправился на томпе с коробкой внушительных размеров. 10 тысяч подписей были переданы представителю парламента Юрию Раттасу для дальнейшей передачи документов на рассмотрение комиссии. Правда, пока еще рано строить планы, ведь итоги выборов мы узнаем лишь утром 2 марта, в понедельник. Пойдет время и на формирование парламента, и профильных комиссий. Но, тем не менее, вице-спикер выразил надежду, что данное предложение Центрисов дойдет до обсуждения депутатами в зале Риги Когу. Я принял эти документы как представитель парламента. Далее последует проверка. Ведь для того, чтобы передать предложение на рассмотрение в комиссии, нужно минимум 1 тысяча подписей, причем правильно оформленных. А затем уже комиссия будет решать, выносить ли этот пункт на обсуждение депутатов. Словом, работы еще немало. Но это все предстоит проделать уже новому созыву. Действительно, многое зависит от итогов выборов, отметил лидер Центристов. Однако Сависар надеется, что раз уж партия в 10 раз превзошла необходимый минимум подписей, то их предложение обязательно будет рассмотрено, причем тщательно. С одной стороны, многие скептики называют идею повышения минимальной заработной платы популизмом. А некоторые предприниматели говорят о сложности предварения такого предложения в жизнь. Но, тем не менее, никто не говорит о резком скачке, а представители Центристов напоминают тем самым противникам, чей доход значительно выше 400 евро, что с каждым годом прожить на такую сумму все труднее. Да и не всегда минимальная зарплата оправдана. Словом, дискутировать на тему минималки можно долго, но решение остается все равно за парламентом, а точнее за комиссией, состав которой, как и решение, будут известны лишь в марте.